Откупоривая вино, мы как правило не обращаем внимание на пробку и выбрасываем ее в мусор. Между тем пробки можно использовать в декоре. Могучее пробковое дерево – удивительное растение. Эта фотография сделана в Алубке. Дерево находится недалеко от Воронцовского парка. У дерева уникальная кора. Внутри нее имеются закрытые поры, способные удерживать жидкость в середине толстого ствола. Поэтому дерево чудесно переносит засуху. Кроме того, кора отличается непревзойденной упругостью, хотя и очень легкая по весу. На одной из выставок в Центре моды и дизайна был представлен барный стул. Сиденье его было выложено из пробок. Часто можно встретить доски для заметок из пробкового материала. Впрочем, такую доску можно сделать и самостоятельно из пробок. Такая доска хорошо подойдет и для хранения украшений. Пробка – отличный материал для подставок под горячие. Подставки можно делать разнообразной формы. Сейчас очень модны в интерьере такие буквы-копилки для пробок. Отдельно стоящую букву можно сделать и самостоятельно из пробок. А из букв можно выложить какое-нибудь слово. Будет очень интересно смотреться. Из пробок делают брелки для ключей. Пробка – это отличный материал для поплавков. Пробками можно декорировать раму для фотографий. Для декора пробки часто требуется разрезать. Покажу вам небольшой лайфхак. Нужно просто сварить пробки. После этого их легко можно будет разрезать. Я сделала крышу для ключницы из пробок. Пробки имитируют бревна. Труба на крыше тоже сделана из пробки. Из пробок делают даже вазы. Посмотрите, какое бесконечное разнообразие форм. Из пробок можно даже сделать такие оригинальные шторы. Умельцы делают из пробок даже мебель. Мне нравятся такие домики из пробок. А если поместить внутрь гирлянду, то получится отличный декоративный светильник.